Сливаем тасол. Отсоединяем нижний патрубок, он там на хомуте резьбовом, снизу достаточно отставить емкость, в нее все аккуратненько лазит с песочком. После этого полностью расстыковываем все патрубки в этом месте и разбираемся с протечкой. Снять его можно не снимая вот этой вот рампы, там она сзади на торекс прикручена к корпусу, пластик. Но можно разобрать и так, спокойненько тут ничего никому не мешает. Здесь резиновая прокладочка, ну в общем смотрим дальше на термостат. Вот такая вот история. Значит здесь вот, что, ну это как бы, ну не прокладка, краешек обломан вон кусочки. А сейчас подостаю. Вот. С одной стороны пластика кусочек отломался, с другой стороны отломался. Естественно прокладочку туда прижмакнуло, и она не во что стала упираться. И туда провернула, и все это, если гамус потек. В общем, вот он термостат. Термостат, по сути, как для француза, ничего сложного нет. Очень даже приятно и удобно разбирается. Вот так и термостат. Оригинальный 2006 года автомобиль. Мэн Хаммель. Вот его номерок. Если вдруг кому что надо по поиску деталей. Вот это вот, кстати, форсунка, ну как называется, стравливаем водич, воздух. Когда заправляем систему, обязательно обезвоздушиваем верхняя точка двигателя. И ось пришел новый термостат. Зараз мы его крепим на месте. Вместе мы протервы промылы растворителем. Одеваем патрубки и болты, гайки. Вперед погнали. Ничего хитрого нет. Такой вот С4, 1,6. С початку одеваем нижний патрубок. Зараз перемыкнем сюда хомут. И вот так, повертая туда, завертываем хомутик. Впрыгивает в свое место, как туда врощенный. Просто подвигаем и отпускаем резко по скрупцам. И он сам туда прыг, там на месте. То есть вот, по следам хомута ставим хомут на шланг. Ну, а все дальше остается повернуть, прикрутить. Как бы вообще, не вопрос. Затягиваем от руки 6 килограмм сил. Вот таким воротком по диагонали. Аккуратненько подтягиваем. До 6 килограмм сил. Потом подключим кронштейн. Если винтики не идут, не ленимся, а прогоняем их леркой. Потому что здесь свеженькая резьба, а здесь немножечко там, какого-то коррозии образовалось. Поэтому прогоняем винтики и закручиваем свеженькие. От руки. Вот так вот. Пальчиками не крутится. Показать. Вот, выкрутился, вот раз закрутился. Все от руки. Легко. Потом подтягиваем. И все будет добре. После этого одеваем патрубок радиатора. Точно так же зажимными плоскопцами переносим хомутики в их родные места. Еще здесь сложного нет. Можно же вот так вот пальцами практически перенести. Такое. Вот так. На свои места. Вот он, други. Ставим воздушный фильтр. И все. Вот он, красавчик, термостат. Все на месте. И до заливки жидкости воздухофильтр не ставим. Убираем его в сторонку. Здесь вот пробочка. Стравливать воздух. То есть сейчас заливаем жидкость. Откручиваем. Выпускаем часть жидкости пока. Ну, воздух выпускаем. Пока жидкость не пойдет. После этого можно считать систему заправленной. Ну и на место устанавливаем корпус воздушного фильтра. И вроде бы как бы все на этом. Наливаем бачок чуть выше максимума. Откручиваем пальчиками пробочку. выходит воздух. Вот. Жидкости нет. Значит, будем еще добавлять. И так пока отсюда жидкость не потечет. Вот так вот можно проиграться по трубкам. Убираем частичный воздух. Пузырьков нет. Все. Там резиновое оплотнение. Так от руки затягиваем. То вполне достаточно. Хотите, можете потянуть чуть-чуть плоскогубчиками. Но учтите, что все это пластиковое. Поэтому надо аккуратненько не перетянуть, не порвать, не поломать. Все. Доливаем жидкость до уровня. И запускаем двигатель. Доливаем жидкость. Доливаем жидкость. Продолжение следует...